разоблачение суперлиги то происходит на самом деле на стс всего этого у нас не будет потому что мы с вами просто покажем самый настоящий backstage мы находимся в москве напротив адреналин стадион где в принципе будет проходить суперлига на стс и покажем вам все чего вам не покажет на теле экранах и даже на ю-тубе не на все не на всех вообще перед она этой покажет поэтому скорее туда пойдем можно потрогать тоже а сейчас собственно говоря мы подойдем к главному входу куда приходят люди которые хотят посмотреть это живьем я вам скажу если честно если вы в москве и у вас есть такая возможность то лучше всего это шоу посмотреть вживую потому что она подразумевает под собой юмористический концерт это не съемка это настоящий концерт извините кто последний говорим по-русски прекрасно поговорим по-русски пришли мы приехали когда-то были участниками высшей лиги вы были участниками конечно ничего себе мне бы хотелось чтобы каваны узнали и за рубежом принципе я могла бы одолжить этот микрофон и и занять это место чё например действительно пожалуйста подписывайтесь на мой блог смотрите канал и их обязательно заведу именно вот мы заведем сами вот мы вас найдем в зале и заведем покажите кого скоточка внизу что я поняла кому подходить ой кого с косичка все я запомнила обалдеть я говорю вау какие у вас волосы хочу такие же а у меня нет таких же если что вы сейчас сидите не двигайтесь иначе я вам не вплету как тебе выглядишь круто выгляжу мне так приятно что меня уже начали копировать вы играете колобка до колобка игры в чем концепция ваше выступление вы колобок там какие-то в этих костюмах ниндзя что в чем прикол у нас там постановка такая японском стиле что-то типа характере что-то типа с кинжалами с катанами это очень интересно а кто у вас звезда у нас лина летучая у вас классные усики если честно я когда узнал что вас хотят позвать ребята и я переживал что вы не согласитесь почему мне кажется это вообще сильно сильный выход из зоны комфорта потому что во первых хочу сказать что я очень рада что я позвали именно буряты и я согласилась именно потому что я выросла на дальнем востоке и для меня это как за своих родных просто играть поэтому я очень старалась и стараюсь надеюсь что мы выступим и обязательно победим тяжело было в юмористической форме участвовать я просто я еще до того как вы приехали на репетицию читал сценарий я думаю там столько всего да да обычно просто приглашают и ты просто выходишь и говоришь все чисто рекомендую а тут конечно столько текста столько действий только отдых от игры шей и не хочется ребят подвести но я надеюсь что они будут мной гордиться потому что я очень старалась я все выучила все моменты и я когда первый раз смотрела это было очень смешно поэтому я надеюсь что сегодня будут сменяться зрители телезрители и я даже на репетиции уже получила огромное удовольствие поэтому я жду вот буквально там через какие-то считанные там полчаса начнется игра и я прямо жду мне очень нравится я очень рада что я согласилась у меня настолько бархатный голос что из него можно сделать шикарное платье для этой красотки я хочу я хочу стать голосом стс я бесплатно могу все озвучивать друзья 8 983 531 43 49 слушай ты давно на сцене как тебе сцена именно суперлиги мне очень нравится мне вот прям нравится мне особенно нравится что я с командой буряты это прям мое это вот я наверное всю жизнь мечтал в такой команде играть вам реально да все реально выиграли победили получили приз не выиграли не получили ну да получается так скажите вы управляете краном расскажите нам пожалуйста я вот сколько знаю мне кажется кран я ничего не сбила человека размотало только что мы снимаем в формате как раз стс многом показываем всех вот ферм больше света вот у нас здесь есть красивые плазмы так как монтаж он такой более динамичные то летаем побыстрее а вы сами снежногорска еще стопали а можно с вами снять видео тик ток можно еще не надоедать сюда возвращаться каждый раз это я каждый раз жду заново и как ты я вижу по лицу то что эмоций очень много я их скрываю сейчас испытываешь радость грусть или злость угадай мне кажется винистовую радость угадала там реально алкоголь там реально алкоголь это это точно не я была мне эта команда очень нравится они близкие юмору не мы и моему юмору как бы по понятию поэтому у нас была команда примерно такого же плана такими же были тупыми шутками но очень интересными поэтому мне это как бы родственные родственные души мне уже был представлен готовый сценарий но по ходу как бы репетиции там что-то дополнялось ну как обычно принципе редактура дополняет и убирает или там авторы смотрят вот у нас до сих пор вот мы сейчас показали да и у нас еще что-то там добавили но это уже будет на зрителя знаете это здесь как бы прям принцип приглашение звезды да здесь на этом как бы делается некий акцент насколько как бы вот это вот звезда или там не знаю известная личность или просто человек какой-то медийный впишется в каму как в команду вот мне кажется вот это вот и является правильным да либо там это человек будет отдельный либо он как бы в команде либо как бы совместно какое-то действие будет да потому что в квне когда приглашают какую-то известную личность я знаю что и жюри и многие относятся очень скептически мол типа своих мозгов не хватило но надо мол типа кого-то позвать да такой мол типа ну позвали ну конечно и поэтому это не совсем как бы очень органично а здесь это одно из условий вот ну мне кажется что это интересно и для приглашенных людей насколько они мобильны насколько они как бы в тренде насколько они там как бы умеют это чувствовать поэтому вот это мне нравится очень рады видеть тебя в составе борцов мы с ними давно уже на связи так скажем у нас хорошие теплые отношения со времен когда мы еще против друг друга играли где-то там сталкивались каких-то не было конкуренции я всегда лично я всегда относился к этому как такой спортивный интерес почему бы нет так скажем как бойцы говорят в ринге соперники за рингом так сказать друзья нормально все это все хорошо это все наоборот мотивирует когда против тебя играют такие гиганты и тебя это мотивирует еще сильнее лучше работать почему бы нет и вот так получилось что теперь я играю за борцов я очень давно не играл честно говоря на сцене лет пять наверно точно поэтому для меня это как я не знаю ностальгия или как это называется как русское слово же есть такое хорошее в общем все прекрасно все уже третья игра с ними все устраивает все четко зритель теплый всегда так встречает по-доброму когда я выхожу на сцену как будто я вот меняюсь как будто вот все забывается домашние проблемы все кредит налоги все забывается короче и прям как будто вот я приехал к себе домой вот сцена это то место где я меняюсь просто я не могу как это объяснить бывает такое что читает комментарии такие да я его баранировка такого не бывает честно говоря я я уже такой получил лично я такой бронжилет от этих комментариев душевный бронжилет получил да в начале я как-то эмоционально реагировал мог ответить там ответку какую-то грубую дать потом со временем думаешь блин зачем вообще отвечать он пишет и пишет короче в любом случае у всех были и враги и друзья у всех были и критики и те кто поддерживает поэтому и у спортсменов такая же ситуацию актеров и у политиков в общем у каждого человека своей сфере деятельности есть свои и критики и они доброжелатели и те кто поддержит вам когда-нибудь говоришь чтобы похоже на джон снова ну сейчас не первый раз мне кажется что нужно предложить ребятам сделать какой-то вот и мне выйти на сцену надо дать такую идею сейчас вот благодаря нашему голосованию выиграет тот кто мы захочем кому мы хотим что выиграли а а у вас правда в трубку можно подуть и она будет играть очень талантлива можно я тоже поду а вы никогда не думали там играть на утренниках деда мороз или что-то такое и всегда это делаю правда если вам стишок расскажу мне можете подарок подарить только на новый год и не сядете в кресло на табуретку встанете а я думала на коленку нацелиться на коленке тоже с удовольствием посажу такую снегурочку да блондинку конечно посажу блондинка а вы откуда снежногорск нижнегорске все ходят платье конечно классное ожерелье снежногорске бомжей поймала вас на самом деле вас узнают снежногорске обижаются ли на что-то говорят у нас не все так плохо не сейчас уже конечно намного меньше бить стали раньше было хуже ну люди понимают что это все юмор это весело если бы не мы да кто когда про снежногорск узнал бы только в криминальных новостях бы может быть шикарный чувак вообще просто огонь пришел сразу в репетиционный процесс окунулся свои штучки какие-то под накинул все класс ты наконец-таки выдохнул до конкурса подряд тогда сложилось в приветствием и последний разминкой первые в домашке ух плотненько легло прямо слушай но самое феноменальное как вы вытащили разминку импровизацию как здесь называется ну тут ведь ребятам повезло в том смысле что я тоже пишущая звезда поэтому помог чем смог мне кажется что в сне у снежногорска это самая успешная импровизация за все конкурсы не знаю поспорить или мы были жесткие как будто бы разделились на две команды и у вас получалось что выходил часть человека снежногорска и за ним сразу же ну мы ведь решили плотностью братья и юмором поэтому получилось два раза смешнее в два раза плотнее так как вообще случилось что ты попал к ребятам суперлигу слушай ну мне позвонил мэр снежногорска говорит приезжай хоть помоги ребятам я говорю без проблем вопрос всегда интересовал настоящий марш снежногорска ну как сказать если выберут буду настоящим а так пока нет но планируете ну естественно как два года с этой командой не стать мэром как родились образы кто решил что ты похож на джигана да про это все мы на самом деле как бы и в пельменях давно про это ну что-то там типа рассуждали но ребята как-то зачем кто джиган ну то есть там если бы явно там на петросяна был похож или на кого-то на льва леченького ну бы это использовали джиган да чё там джиган ну вот а тут как-то сложилось так что ребята там авторы снежногорска смогли выписать прикольно смешно вот на лолиту не знаю кто решил что есть только по фигуре конечно это да как работает цена суперлиги то есть если но немножко другая команда немножко другой проект ну мне кажется немножко легче насчет редактур очень проще проходит редактуры не надо 6 дней подряд показываться ездить намного проще и больше времени уходит на творчество как выступление как прошло давайте рассказывать как прошло алё выступление вообще нормально все прошло а так хорошо как зал сегодня если он телефон алло выступление нормально торники нормально было выступление как выступили так выступили да хорошо это торники читали вы комментарии под выпуском на ю тубе нет а смысл даже пишут люди ну которые просто хотят написать что-то бешеные бешеные эмоции на самом деле и это у нас во второй раз я думал что будет как-то наверно по-другому но это еще круче спасибо это это нечто честно это просто отрыв головы я я меня нет слов спасибо всем кто голосовал спасибо всем зрителям спасибо землякам я на леда крутая лена очень крутая вообще простая молодец приезжала репетировал постоянно отлично по размерчику по размерчику сюжет большой много людей эмоции уже третий конкурс как это все удалось самое сложное было эти чувства ответственности потому что я понимала что я не очень не хотела подвести ребят и я конечно старалась изо всех сил и это наша с мукой знаете в какой-то момент но хорошо чтобы импровизации тоже работаю поэтому выкрутились а очень рады очень счастливы я не сомневалась что мы победим сегодня мы вас поздравляем смотрите суперлигу лена спасибо что посмотрели бэкстейдж суперлиги мы будем рады вас видеть здесь на этом канале подписывайте лайки и комментарии и поздравляем вас ведущего и буретов